Хоба, привет! С вами доктор Влад, у нас плюс один, такая погода. Ну правда это, дождя нету. Так, давайте новости. Песков отреагировал на сообщение о деле против Собчак о вымогательстве. Открыли против нее дело, я говорил. Она сбежала. Так, и что он сказал? Песков в двоеточек. Кремль в курсе, что Собчак якобы проходит подозреваемый по делу о вымогательстве. Часы хотела у него отнять, наверное. Путин не поздравил Сунака со вступлением в должность. Так, вот так вот, ха-ха. Так, ну знаете, это пример Британии, да? Так, США ввели новые санкции против Ирана. И знаете, из-за чего? Из-за жестокого подавления протестов. Там идут протесты до сих пор. Так, автогигант Форд ушел из России. Ну, ну правильно, давно пора. О, какая-то певичка тут. Певица Жасмин отреагировала на попадание под санкции США. Она гордится. Жасмин, Жасмин, я помню ее. Какая-то она тошная. У нее там папик. Ну, как она пролезла на сцену? Ну, так как-то. Из одной кровати в другую. Ну, потом на сцену. Так, в Раисии началось производство коммерческих Ту-214 в Казани. Ах, самолеты, самолеты, поставки которых авиакомпаниям планируется начать в 2023 году. Да, они уже одно кресло нарисовали. Так, дальше. Экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией. Ну, правильно. Экипаж американского авианосца Джордж Буш заявил о готовности воевать с Россией. А где они? В европейских водах они уже. Да. Так и надо. Так. Ученые определили лучший возраст, чтобы бросить курить. Полтора года. Один раз выпарить больше не будет. Ну, к черту. Вот какая-то чушь. Так, ладно. Ме, че ме? Мерседес уходит. Компания Мерседес избавилась от своего завода в России. До свидос. Так. Под Калининградом погиб 47-летний грузчик мусоровоза, который упал с подножки машины. Какие-то смерти странные в России. Вот даже странные. Так. Ночью в Ульяновской области похолодает до минус 5 градусов. А вот так. А вы как хотели? Так. Электрокар за 2 миллиона. В чем преимущество российского эволюте? В России выпустили электрокар. Да. И шнур у него длиннющий сзади. Ну вот, длина шнуря, это весь его пробег. Так. Галогеновые фары. Так. Рекомендованная розничная цена эволюте 2 миллиона 990 тысяч рублей. Вот так. Приобретайте. Да. Мощность предприятия это где? Позволяет выпускать более 100 тысяч машин в год. Миллиард машин в час. Угу. Это какой-то чушь. Так. А это кто такое? Что за рожа? Министерство финансов США ввело персональные санкции против ряда граждан России, обвинив их в попытках подрыва демократии и вмешательстве во внутренние дела Молдовы. Среди них бизнесмен Игорь Чайка, ну это морда-то это, сыночек Чайки, и певица, певица Жасмин. Угу. Помощник Патрушева обнаружил в Украине сатанинские культы. Так. Задачи выполнены в полном объеме. Под руководством Путина прошла тренировка сил стратегического сдерживания. Тренировались. Ракеты носили. Туда-сюда, туда-сюда. Взвод, подъем. Ну и подняли. Ракету понесли. Так. Посол России, двоеточие, Шойгу, заверил коллег в том, что Россия не собирается использовать ядерное оружие. Да вот оно что. Так. Итальянский премьер назвала способ достигнуть мира на Украине. Это новая премьерша, да. Премьер Италии Мелонии, двоеточие. Достигнуть мира на Украине можно лишь оказывая поддержку Киеву. Молодец, соображает. Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации. Да бросьте вы. Так. Президент Гвинея Бессала передал Селенскому послание Путина о готовности к диалогу. Вот оно что. Так. Президент Гвинея Бессала Умару Сисоку Эмбало. Передал... Нула. Сисока, Сиксока. Так. Ксения Собчак сбежала из России с мускулистым красавцем. Даже еще так. О, Саратов, Саратов. В Саратове изменят режим работы школ и детсадов из-за аварии на теплосети. Авария в Саратове, авария. В зону отключения отопления попали дома Волжского, Фрунденского, Кировского. Я в Кировском жил. И Ленинского района. Я в Ленинском тоже жил. Так. Из них 80 многоэтажек. Ой-ой-ой. Ничего себе. Авария. Да. Авария. Так. Что такое? Россиянам рассказали, какой станет грядущая зима. Эксперт утверждает, что одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода. Ну, вот так. Эксперт еще один. Если бы можно было его потом, после зимы, поймать и побить. Так нет, они скрываются. Женщины отравились собранными грибами и попали в больницу в шахтах. Какие грибы? Где они их собирали? По холодильникам, что ли? Зима уже на носу. Город шахты. Угу. Так. Подросток упал в зерноприемник и погиб под тоннами злаков. Нифига себе. Засыпало его не менее чем 14 тонн пшеницы. Очевидцы бросились на помощь, но спасти парня не удалось. 14 тонн сверху. Я говорю, странные смерти в России. Дерипаска выиграл суд у Навального. Причем он даже его не открывал. Просто выиграл и все. Угу. Вы сомневались? В Омске за один день совершено минимум два нападения на женщин в подъездах. Так. Женщины. В Омске. Не выходите из дома. Враг нанес удар по Шахтерску в городе мощнейших пожар. Это ДНР. Так. Нефтебаза. Горит в ДНР. Враг. Не враг. Это в Шахтерске враги сидят. В Тереберке отключат холодную воду. Не имею ни малейшего представления, где такой Тереберк. Но там, ребята, там не будет холодной воды. Все. Только кипяток. Сразу чай можно пить из крана. В Альметьевске, в автосалоне, произошел кто? Пожар. Ну, пожар, конечно. Это где такое? Лента России. Татарстан. Татарстан. Татарстан пока еще Россия. Ненадолго. Так. Сильвио Берлускони стал девушкой. Ах, дедушкой в 17 раз. Нифига себе. Да, я думал, девушка. Это было бы интереснее. Что значит ящик водки, который ему Путин подарил? Там он и дедушкой уже стал 17 раз. Скоро и девушкой тоже будет. У ПСА. Коммерческого директора Ксении Собчак отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в вымогательстве у главы Ростеха Чемезова 11 миллионов рублей. Да у Чемезова, пожалуй, пожалуй, у него отберешь. Так, мобилизованный, я вчера рассказывал, житель Якутии заявил, что не поедет стрелять в украинцев, а после угроз физической расправы сбежал из войсковой части через дыру в заборе. Против мобилизованного возбудили уголовное дело, но найти его командованию не удалось. Молодец. Вот хорошо, через дырку скрылся и все. И до свидос. МИД России разместило в Твиттере сообщение, что обладает информацией, будто две украинских организации получили прямой приказ изготовить грязную бомбу и приложили фотографии. А фотографии оказались из Словении и Мексики 2010-х годов. Вот это ничего себе переметит. Мобилизовали парня, которому четыре дня назад удалили аппендицит. Ему еще не сняли швы, а уже привезли воинскую часть. Так, опа. А вот тут еще насчет грязной бомбы. Еще несколько кадров, как показали пользователи, были сняты ТАСС на Белоярской АЭС в Средловской области. Две украинские организации совсем обнаглели. Готовят грязную бомбу у нас под носом. Прямо на Белоярской АЭС. Да. Что за чушь? Так. РСЗО из нового пакета военной помощи ФРГ уже в Украине. Так. Берлин передал Киеву еще два РСЗО Марс с боеприпасами и четыре самоходные гаубицы. Вот так. Ребят, а вот это я не понимаю, что такое происходит. Эко-активисты, экологические активисты нанесли музею в Дрездене ущерб в 12 тысяч евро. Так. Они приклеились, приклеились, вот руки приклеили к Сикстинской Мадонне Рафаэля в Дрезденской картинной галереи. Вот посчитали ущерб в 12 тысяч евро. А зачем они это вообще, вот эти активисты, приклеиваются к картинам? Вот тут еще раньше было, да, вот я себе пометил. В Подзаме, ну тоже Германия, эко-активисты облили картину Мане пюре, картофельным пюре. Зачем? Вот что они хотят? Странные люди. Упса, Зимфира на концерте в Берлине. Нет войне. Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят постоянные обстрелы Украины. Я считаю, что моя страна должна прекратить эту войну. Нифига себе, на концерте прям, да. Так. И в Иваново силовики устроили массовые облавы на мужчин призывного возраста. Да там вообще тогда одни, одни невесты останутся в Иванове. Да. Устраивают облавы, да. Так, что еще? В Смоленской области среди школьников выявляют оппозиционеров. Старшеклассникам раздали анкеты с вопросами про протесты, выборы, оппозицию. Ну, понятно, да. Выявляют, заранее будут сажать сразу. Тебе диплом, а ты в тюрьму. Так. В Ростовской области опровергли информацию об обнаружении холеры. Ну, раз опровергли, значит точно. Холера в Ростове. Так. Они опасны. Сколько овощей и фруктов в Свердловских магазинах нельзя есть. Эта цифра вас испугает. Это Роспотребнадзор отчитался. Так. Короче, треть примерно плода овощной продукции. Это почти 7 тонн. Так. Пришлось забраковать и изъять. Но сами сожрали. Да. Есть. Нельзя ни в коем случае в Свердловстве. Не покупайте овощи и фрукты. Так, что тут еще у меня я заканчиваю. Литва подтвердила въезд Ксении Собчак. Ее пропустили в страну по израильскому паспорту. Глава Литовского департамента госбезопасности Дариус Яунешкис рассказал, что Собчак, как гражданке Израиля, разрешено оставаться в Литве в течение 90 дней. И она смогла въехать без визы. Она гражданка Израиля. Ничего себе. Так. И последняя новость, ребята. В МГУ на журфаке появится курс военной журналистики. Во как. Студентов собираются учить профессионально освещать войну. Ну, то есть врать профессионально. Даже в МГУ курс. Да. Целый курс врунов. Да. Интересный комментарий. После зачисления повестка в подарок. Еще комментарий. Где уже дно-то? Еще комментарий. Профессиональных пропагандонов выращивать будут. Да вот так. Ладно, ребята. Все. На утро все. Там дальше посмотрим. С вами доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...